Это биоревитализация. Разница в препарате, который вы вводите в смысл, он один и тот же. Мало часто не допуская в общий кровоток. Только там мы вводим препарат другие, лекарственная форма другая. Там гелоконная кислота не стабилизирована, да, между препаратами? Там другая концентрация. Она не стабилизирована ни там, ни там. У нас нет БДД стабилизатора, да, она не стабилизирована ни там, ни там. Самое главное, чтобы равномерно, с интервалом сантиметра-полтора, отработать всю поверхность. Да, да. Я все ввожу в кожу. Вот, и это капелька. В кровоток нельзя, чтобы шелка, она должна быть под кожей. А ушки. А вот на вторую-третью процедуру пациента, наверное, знаете, такой хруст кожи, как будто появится. Плотность, совершенно верно. Меняется качество кожи. И вторая-третья процедура более полезная. Труднее. Абсолютно верный критерий того, что вы восполнили. Да, это нормально совершенно. Потому что первая процедура, вот мы вводим, это совсем как масло. Вот очень легко, кожа слабая. Потом уже, это критерий оценки, то, что вы поработали, то, что вы имеете изменения, вы имеете результаты. Говорите об этом пациенту. В комплекте идет две иголочки. Их хватает? Да, я иногда и не меняю, если чувствую, что она не затупилась. В Дугантии там тоже такой же набор, да? Там две иголочки прилагаются, да. Они не в комплекте, они даются с коробочкой, но так же две иголочки. Когда вы отработали всю поверхность, если у вас остался препарат, вы можете какие-то участки, которые требуют большего внимания, пройти почаще. Сюда все мальчинки возле глаз. Да, великий сет. Как дела? Расскажите нам. Хорошо. Они с нами уже. У нас тоже спят там, на кушетке уже спят. Это же хорошо. Веки обязательно. Ага, ниже брови. Пока уже. И нижнее веко обязательно. Прямо близко к кресничному краю? Ну, не к кресничному, но вот так мы проходим. Это, да, это верхняя, нижняя. Пока сейчас орбиты, да. Да, орбиты, да, даже чуть-чуть можно залезть за орбиту. Понятно. Ну, не к кресничному краю, да, даже чуть-чуть можно залезть за орбиту. Пока. Пока.